И сегодня я вам хочу рассказать, почему же я ушла из индустрии дизайна и выбрала бизнес с нашей компанией. Мне 29 лет, живу сейчас в Нижнем Новгороде. У меня есть замечательный муж, дочка 4 года. И я сейчас индивидуальный предприниматель, работаю только, точнее, сотрудничаю только с компанией Reflame. В проекте я уже 4 года. Вообще родом я из маленькой деревушки Сосновского района, Нижегородской области. Это село Яковское. В школе всю, наверное, сознательную такую жизнь мечтала стать учителем. Потом хотела в 9-10 классе стать психологом. И в 11 классе вдруг решила, что это все скучно. И я люблю рисовать, у меня мама хорошо рисует. И я подумала, почему бы не попробовать поступить или в строительный, или на дизайнера. То есть за 3 месяца закончила курс в художественной школе, потому что до этого не было возможности ездить в район. И поступила в инженерно-педагогический университет на дизайн интерьера. То есть специальность у меня педагога в профессиональном обучении, но работать я могу как педагогом, так и просто дизайнером. В институте очень нравилась такая насыщенная жизнь у нас была. Мы не просто там сидели на лекциях, на парах, мы рисовали, лепили, клеили, проектировали. То есть очень нравилось учиться. И в принципе я рассчитывала, что буду дизайнером, так и работать. Закончила и школу с золотой медалью, институт с красным дипломом. И дальше у меня началась работа. На последнем курсе института я уже работала. Я в строительном магазине делала дизайны плитки. То есть заказчики приходили заказывать плитку, я им делала дизайн проект кухни. Ой, кухня, извиняюсь, ванной комнаты, туалета. И рассчитывала плитку, то есть там мне шел процент. Процент небольшой, там зарплата была в пределах 7-8-10 тысяч рублей. Но так как я могла совмещать с очным обучением, меня это вполне устраивало. Дальше были дизайны родственникам, друзьям. И потом я ушла на 2 месяца в дизайн-студию. Но такой был опыт не совсем удачный, потому что дизайн-студию открыл молодой человек, который занимался продажей кондиционеров. Ему захотелось себя попробовать в этой сфере. То есть не было ни подготовлено ничего. Но я как бы загорелась уже идеей уволиться с строительного магазина и ушла туда. За это время я сделала там пару дизайнов. Один из которых был знаком у этого молодого человека. И в итоге мне они доплатили за авторский надзор 10 тысяч. И я с ними попрощалась, все, я не захотела больше там работать. Ушла в салон кухонной мебели. Сначала работали в большом таком гипермаркете, что мне не особо нравилось. Потом нам руководство открыло классный, шикарный салон в центре города практически. Салон-дом-кухни. Ну, такой средний чек у нас кухонь был 300-400 тысяч. С кухнями там за 100-200 тысяч не особо хотелось возиться. И когда кухня была на 700, на миллион, это уже было вообще интересно. Ребят, пожалуйста, дайте обратную связь. Слышно меня, видно? А то сама с собой разговариваю. Спасибо большое. В общем, в салоне мне очень нравилось работать. Там был график смены, ну, 18 дней рабочих месяцев. Очень нравился коллектив. Три дизайнера у нас было. Очень нравился руководитель. Но не нравились условия. То есть, во-первых, мне нужно было добираться туда. Если с пересадками, то это с двумя пересадками. И потом я выучилась на права, уже купила машину. Ну, ездить приходилось по пробкам полтора часа. То есть, полтора туда, обратно. Вечером приезжала к дому, кружила там еще 20 минут, чтобы найти свободное парковочное место. И плюс на работе у нас был оклад всего 10 тысяч рублей. Остальное был процент. И вот за этот оклад в 10 тысяч мы были дизайнеры три в одном. То есть, я полностью ездила, замеряла все объекты. Потом рисовала на компьютере в специальной программе дизайн, составляла и отправляла все на фабрику. То есть, в течение двух-трех дней после заказа нужно было сделать все спецификации, все нестандартные чертежи, все это оформить и отправить на фабрику. Если какой-то косяк соответственный, то была материальная ответственность. То есть, к примеру, когда я уходила в декрет, я ошиблась с размером мойки. Почему-то мне это так запомнилось. Потому что тогда уже хотелось думать о хорошем, уже все. Но вот с размером мойки ошиблась на полтора сантиметра. И меня за это вычли 11 тысяч рублей. Представляете, из зарплаты 40 тысяч сразу вычли 11. Неприятный осадок остался. Понимаю, что сама виновата. Но вот такая работка, скажем так, неспокойная. Потому что каждый монтаж – это страх, что сейчас позвонит монтажник, скажет, или я что-то накосячила, или накосячила фабрика, или он что-то неправильно сделал. В общем, работать нравилось. Но я думала, что вернусь туда. Но когда вышла в декрет, уже поняла, что не стоит оно того, что нужно что-то более спокойное. Тем более, когда были хорошие заказы, я в свои свободные дни ездила туда или на замеры, или на монтажи. То есть была такая помешанная немножко на работе. Потом вышла в декрет. Счастливое время. Родилась дочка. Первые три месяца я вообще не думала про работу. Я сидела в телефоне в свободное время и искала, как правильно кормить, брать, класть, массажики всякие. То есть было не до того. Когда уже дочке три месяца исполнилось, я поняла, что нужно что-то делать, что-то как-то зарабатывать, мужу помогать. Потому что он один работал. Мы как раз взяли квартиру, то есть кредиты за нее платили. И я начала искать. Искала разные варианты. То есть в основном это то, что предлагает нам Google, Яндекс. Это всякие анкетки, опросы. Там заработок в сети. Это всевозможные пирамиды. В общем, за две недели я какие-то копейки заработала на этих отзывах, анкетах. Подумала, можно заниматься удаленным дизайном. Ну, во-первых, это очень затратно по времени, потому что один, два, три часа не посидишь в день. Надо сидеть больше. Все пять-шесть часов. А ребенка оставить нескольким, то есть бабушке там за сто километров. И, соответственно, я это не потяну. Сидеть в компьютере нужно реально много. Плюс надо найти где-то заказчиков. Когда был, кстати, перерыв в работе, я работала на кухнях. Два месяца у нас делали салон, поэтому не было. Я два месяца делала знакомую, квартиру, дружку. Два месяца практически я на нее потратила, получила 15 тысяч. Ну, то есть здесь либо какие-то промышленные такие объекты большие искать, либо работать от какой-то фирмы. Но, опять же, если задуматься удаленно работать, это не принято с никакого пассива. Работаешь, получаешь, не работаешь, соответственно, никто тебе деньги не заплатит. И в интернете я нашла информацию про сетевой маркетинг, почитала, что это становится очень популярно, очень доступно. И больше всего мне попадалась информация про наш интернет-проект «Экспресс-карьер». Я изучила вдоль и поперек сайт Ани Черна про экспресс-ку. Я посмотрела там кучу вебинаров про маркетинг. План знала, что надо сделать 150 баллов. То есть вот это все посмотрела, чеки с тысячедолларовой, девушки, молодые люди на банкетах. Вот это вот все очень вдохновило. Поняла, что это не лохотрон, потому что так бы выставлять не стали, столько фотографий невозможно подделать. Поэтому решила, что нужно пробовать и стала себе искать спонсоров сети. Сейчас, секундочку, я прервусь. Спасибо. Я искала чего-то другого, может быть, прям судьба у меня свыла с Леной Котлеровой. Лену я нашла чисто случайно, даже не помню, может быть, в поиски ввела в бизнес-дома. Зашла на страничку, посмотрела, что это тоже мамочка в декрете. Зацепила. Посмотрела ее вебинар про быстрый рост. Она тогда открыла сапфирового директора. И на тот момент я, конечно, не знала, что я буду ее пятой директорской веточкой. Вот. Сейчас отдышусь, бегала на второй этаж. Извините, ребенок вообще никак не может ждать. Что меня привлекло в проекте? То, что я сама выбирала свою графику, то есть с дочкой могла работать во сколько угодно, быть ночью, хоть днем, когда есть свободное время, что эта работа не требует вложений, так как, в принципе, я знала, что нужно делать 150 баллов для получения дохода. Но организовать покупку гелей для душ-шампуней и для меня какой-то большой трагедии не было. Что была реальная помощь в построении структуры, есть пассивный доход, передача бизнеса по наследству, что компания постоянно устраивает акции для нас, а девочки как бы это любят. Мой рост, в принципе, с самого начала, где-то за 4, наверное, месяца я вышла на 18%, и немножечко упала до 15%, и полгода сделала на 15%. То есть сначала быстрый рост шел за счет того, что росла очень классная командная ветка, Лена делала по 5 регистраций в день, и меня постоянно мотивировали вот эти письма, которые приходили там, что к вам присоединилось 10 новичков, 15 в команду. То есть вот это вот все очень мотивировало, хотя в первые месяцы у меня вообще не было регистрации, я там приглашала знакомых, но делала это вообще неправильно. Потом работала на досках, ВКонтакте, но делала это все не системно. То есть понимание вот это, оно пришло чуть позднее. И в 15-м каталоге, получается, в ноябре 2016 года я открыла звание директора. Когда я вообще регистрировалась в компанию, как отнеслись родственники, хочу сказать, что никто не был против, они меня не поддерживали, но согласились делать покупки. И этого мне, в принципе, было предостаточно. Муж тоже особо не верил, но мне от этого еще больше хотелось ему доказать, что у меня все получится, что я смогу и все-таки добьюсь как минимум звания директора, это точно. Договорились, что если за год не открою, то я бросаю это дело, но в итоге я за год открыла звание директора и через 8 каталогов я успешно его закрыла. На тот момент мы задумывались уже продавать квартиру и покупать дом, потому что оба с ним выросли в деревне и в четырех стенах жить просто не можем. Нам нужен участок, свобода, свое парковочное место. Я получила премию 1000 долларов 70 тысяч рублей. Вот смотрите, у меня справки от 6 апреля 115 тысяч рублей, это поступили накопленные деньги Тарифеем, плюс я посчитала, около 70 тысяч рублей я вывела наличкой за счет заказов. 93 тысячи рублей – это премия 1000 долларов плюс доход. И в конце мая, получается, 101 тысяча – это премия 70 тысяч рублей плюс доход. То есть около 300 тысяч, получается, мне за два месяца упало на карту. И я смогла купить машину. Машина не новая, но самое главное – моя, на накопленные деньги в компании. То есть за полтора года работы я заработала себе на машину. Hyundai Solaris. И как раз мы переезжали в деревню, коттеджную деревню, свою машину продавали, поэтому машина была просто необходима. Тогда вот уже родственники поверили, немножечко были в шоке. Мне кажется, некоторые до сих пор не верят, как это я работаю через интернет, что я вообще делаю, хотя уже из декрета давно вышло. Потом был первый банкет директоров Москвы в 2017 году. Вероприятие просто незабываемое, мега-форум. Встретилась со всеми девчонками, с кем мы общались еще в скайп-чатах. Да, Мариша, у тебя тоже машины купленные в декрете. Это очень классно. Это прям очень сильно мотивирует. Когда хочется, когда прям под попой горит, и нужно кому-то что-то доказать, и действия идет рост. Первый банкет. Также была у нас пати экспресс-карьера, где все лидеры общались в такой неформальной обстановке. Всех увидела, кто вел вебинары. То есть вот это так здорово, что ты людей видишь только через экран монитора, и потом ты с ними встречаешься. Это все тоже обычные люди. Встретив Лену Кутлерову, я вообще была в таком приятном шоке, что это такой спокойный, открытый человек. И она добилась такого хорошего звания топового. То есть все мы можем это повторить. В апреле 2017 года я открыла звание старший директор. То есть через 8 каталогов успешно его закрыла. И получила премии 1500 долларов и 50000 рублей. Честно пыталась вспомнить, куда ушли эти деньги, но не смогла. Видимо, они ушли просто в ремонт дома. Вот таким образом за 2017 год я получила 789 тысяч рублей от компании «Рифлэйн». Сидя в декрете, совмещая это все с ребенком. Не скажу, что было просто, потому что сидела до трех ночи, потом вставала там в 8-9 часов с ребенком вместе, вместе с ней делала все какие-то домашние дела, а когда она ложилась спать, я опять работала. То есть очень хотелось, очень нужно было. Муж был недоволен, то, что светил монитор, когда еще жили в квартире, то, что ему мешает спать, но оно того стоило, мне кажется. Далее был второй банкет директоров в Москве в 2018 году. Поехали уже туда большей командой и на мегафоруме тоже встретились со своими девочками. Такие мероприятия вообще очень полезно посещать, очень нужно посещать, потому что они вселяют веру в компанию, в масштабы компании, сразу видишь. И вот хотела показать нашу мечта, которая сбылась, тоже благодаря доходам в Reflame, это загородный дом, на картинке вот дом, и сейчас что уже? Сделали ремонт, и навес, там, и гараж, и все вот это построили, даже баню сделали, которой сейчас безумно гордимся. У ребенка есть своя собственная комната, и сейчас уже планирую, конечно же, дальше расти. Премии за золотого директора уже распланировала, куда потрачу. Нужно делать ремонт в ванной комнате, в туалете, их два, соответственно. Поэтому есть мечты, есть цели, и будем дальше расти. Еще самое главное, что это благодаря экспресске мне приходится выбирать между семьей и работой. То есть ребенок сегодня заболел, но мне не нужно отпрашиваться, не нужно куда-то бежать, там, больничные братья всегда рядом. Не нужно ни перед кем отчитываться. Можем не пойти в детский садик, поехать на детскую площадку. Обязательно все утренники посещаю. Это такие вещественные глаза ребенка, это просто не передать словами. Когда она видит тебя среди толпы, там, родителей, машет тебе, ну, это просто счастье. И давайте еще поговорим о сути бизнеса, что же нужно делать, чтобы добиться такого успеха и расти по карьерной лестнице Арифлейм. В чем суть бизнеса? У нас цель создания любого бизнеса это получение прибыли. Чтобы получать эту прибыль, необходимо организовать товарооборот. Это в любой сфере. Компания Арифлейм у нас является компанией прямых продаж, то есть товар от производителя до конечного потребителя доходит путем сети дистрибьюторов, то есть консультантов. И в компании Арифлейм три основные вида дохода. Первый – это экономия на своих покупках от 20 до 70%. Второй – это немедленная прибыль от продаж по каталогу. И третий – это построение бизнеса, то есть организация больших групповых товарооборотов. Именно этот вид бизнеса меня заинтересовал, так как я была знакома только с продажами. Не секрет, что сейчас самый передовой бизнес развивается именно в интернете, то есть мы оплачиваем счета через интернет, делаем покупки, начиная от одежды и закачивая бытовой техникой. И чтобы, например, открыть свой интернет-магазин в традиционном бизнесе нужны огромные вложения. Это кредиты для развития, нужно обеспечить производство и поставку продукции, нужно продумать рекламу, хранение, доставку обеспечить, обеспечить сотрудникам рабочие места и зарплату, также вести претензионную работу и организовать поток потребителей, которые будут создавать товарооборот. Здесь же мы развиваем бизнес с компанией Арифлейм, и компания берет на себя все, начиная с развития бизнеса, продукции, доставки, хранение, логистики, претензионной работе. Мы этого не касаемся. Это все берет на себя компания Арифлейм. От нас только организация потребителей и товарооборота, построение товарооборота. Почему наша команда выбрала компанию Арифлейм? Во-первых, это надежная компания на более 50 лет на мировом рынке. Масштабы компании просто поражают. Это более 60 стран, 5 собственных фабрик, 2 центра исследований и разработок в Дублине и Стокгольме. Арифлейм у нас это спонсор социальных проектов и благотворительности. Это раскрученный бренд. То есть никому не нужно объяснять, что это, мне кажется, каждый второй точно знает. У компании Арифлейм товары по седневному спросу более полутора тысяч на мировой. То есть эта компания подходит даже просто потребителям. Система доставки до потребителя есть. Скидка 20% с дата регистрации есть. И самое главное, что с Арифлейм можно построить свой бизнес без финансовых вложений, иметь официальный доход каждые 3 недели, постоянно растущий, пассивный доход в перспективе. Это я уже на себе ощутила. Даже когда делали ремонт, у меня есть одна директорская группа постоянная такая. И вот когда делали ремонт в доме летом, я, можно сказать, не работала. Но я каждые 3 недели получала свой доход. Да, я была в чатах, но не рекрутировала. И вот этот пассивный доход, он даже раньше, даже не с золотого директора у нас начинается, а намного раньше. Если есть ключевая команда, если есть партнеры, на кого можно положиться. Что нужно делать, чтобы расти? У нас, у бизнес-партнеров, есть 3 основные действия в работе. Первое, мы обучаемся. Но мы для себя делали интернет-маркетинга. Обучение у нас в команде полностью бесплатное. Все через интернет в формате видеоуроков и вебинаров. Обучаемся и работаем в своем темпе и режиме, что важно. Второе действие. Мы рекрутируем, то есть приглашаем новых людей в команду. Приглашаем в основном или на дисконт для сотрудничества, или на дисконт, то есть для покупок, или для сотрудничества, то есть на бизнес-возможности. Методов рекрутинга очень много. Каждый выбирает наиболее комфортные для себя. По каждому методу у нас есть тоже пошаговые инструкции, все бесплатное. Наша команда в основном работает на досках объявлений, также метод рекомендаций, и сейчас мы выходим в Инстаграм, наконец. И третье действие. Простое личное потребление. Мы пользуемся продукцией сами со скидками от 20%, потому что глупо, когда у тебя есть скидка 20% на продукцию, относить кому-то к конкурентам, в соседний супермаркет, покупать шампунь и гель для душа. Когда можно делать покупки в своем интернет-магазине, получать не только скидку, кэшбэк, но еще получать за это хороший доход. Также организуем совместные покупки и ведем клиент-чат. В принципе, с личным потреблением у меня проблем никогда не было. Велнос-линейка пользуюсь, я сама даю ребенку, мама пользуется, мужа заставляю пить витаминки. На вейдж обязательно комплексный уход, вся декоративка, ну и в принципе все остальное. Также свекровь, мама, тетя и сестра все пользуются продукцией Арифлейм, все очень довольны и просят всегда следующий каталог. Поэтому, если у вас что-то не получается, это прежде всего в вашей голове. Значит, нужно поработать с этим, самыми попробовать продукт и учиться его презентовать. Красиво и вкусно. То есть, таким образом, в результате вот этих трех простых действий в вашей команде будут потребители, кто будет просто брать для себя товар со скидкой, продавцы, кто будет продавать по каталогам и бизнес-партнеры. Все они будут заходить, все эти люди будут заходить в свой личный кабинет под своим номером, паролем, будут делать заказы в своем кабинете, получать им эти выдачи. То есть, вы не касаетесь этих вопросов. Будет организовываться таким образом групповой товарооборот. Откуда берутся деньги? Если один человек в вашей группе, например, купить в пункт, это 100 тысяч рублей. Тысяча человек купили себе шампунь, это 100 тысяч рублей. То есть, ваш доход 10% от товарооборота 10 тысяч. Например, одна семья покупает в месяц на тысячу рублей. Если тысяча человек купили для своей семьи, то уже товарооборот вашего интернет-магазина будет 1 миллион рублей. Соответственно, ваш доход, это 10% 100 тысяч рублей. То есть, смотрите, согласитесь, что неплохо было бы сидя дома, за компьютером, либо с телефоном получать доход от 100 тысяч рублей. И здесь доходы не ограничены. Вы можете получать намного больше. Все наши личные заказы партнеров суммируются и получаются групповые. Они выражаются в условных единицах, в бонус баллах. Когда у вас в группе будет 7500 баллов, то вы выходите на уровень старшего менеджера, 22% их в течение 8 каталогов, удерживаете звание, вам присваивается квалификация директора. Сейчас компания подняла премии, и премия уже за этот уровень не 1000 долларов, как было раньше, а 100 тысяч рублей. И вам также даю два билета на банкет директоров в Москве. Когда вашей структуре появляется директорату, вы начинаете получать еще бонусы директорские, золотой и так далее. А за каждого выраженного директора в вашей группе вы получаете премию единоразовое. То есть, например, когда один директор в вашей группе плюс в персоналке 7500 баллов, то вы получаете премию в 150 тысяч рублей. Когда у вас два директора, каждый из них получает 100 тысяч рублей, вы получаете 200 тысяч рублей и так далее. То есть компании выгодно, чтобы вы строили директорские группы, чтобы вы росли по карьерной лестнице. Она поощряет ваших партнеров и вас. То есть мы зарабатываем, когда наши люди учатся зарабатывать. Объясню, почему это не финансовая пирамида, потому что многие путают эти понятия. Во-первых, у нас есть качественный товар, который при необходимости можно снова конвертировать в деньги. В финансовых пирамидах вообще продукта нет. Либо это какой-то информационный продукт, либо продукт никому не нужный по завышенной цене. В финансовой пирамиде они живут у нас более трех лет. Они незаконны. Рифлэм уже более 50 лет и компаниям присутствует еще неизвестно сколько. В нашей компании заработать сможет любой, независимо от того, когда он пришел и может обогнать своего спонсора наставника. То есть, например, я могу быть золотым директором, у меня в группе будет бриллиантовый директор. И он будет зарабатывать больше. Также компания у нас помимо основного дохода, помимо премий, есть очень хорошие программы мотивации, например, путешествия. Уже с уровня менеджера 15% можно отправиться в менеджерскую конференцию. Также с уровня директор доступна менеджерская конференция плюс банкет директоров в Москве. Золотому директору уже доступны банкет менеджерской конференции, золотая конференция и так далее. То есть, бриллиантовому директору уже доступна бриллиантовая конференция. И также с Апфира уже даются ежегодные путевки на золотую конференцию. Поэтому стимул, кто хочет путешествовать, бесплатно здесь огромный. Есть автопрограмма. У нас с уровня директор компания компенсирует покупку автомобиля. Сейчас новые условия. И с уровня бриллиантового директора также можно взять авто премиум-класса. И еще расскажу, как выплачивается доход. Компания у нас выплачивает доход строго в соответствии с законодательством в Российской Федерации. И, конечно, самозанятость в России. Я сама перешла на нее. Очень удобно. У нас у Арифлэйм есть банк-партнер Рокетбанк. Приходит доход. Сразу 6% с дохода просто отправляются в налоговую. То есть, ничего даже делать не нужно дополнительно. Очень удобно. И до того момента, как вы открываете самозанятость либо ИП, деньги копятся на вашем счете в компании. Часть их можно использовать в счет оплаты ваших заказов до 60%. Как я уже говорила, я 70 тысяч рублей вывела за счет того, что у меня другие люди, родственники, друзья делали заказы и я оплачивала их наличкой. То есть, собирала на руки наличку, а получается, оплачивала своей объемной скидкой. Вот. Никаких серых схем. Все законно. На этом, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы задавайте, я с удовольствием отвечу. Хотела бы еще сказать, что все зависит от нас самих. Все в нашей голове. Нужно мечтать, делать. И делать обязательно в системе. Тогда появятся ключевые партнеры, появится поток, самая главная регистрация. Из них появятся уже ключевые партнеры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И...